Детское радио представляет Книга времен История Руси Восточные славяне и их соседи Волжская Булгария Хазарский Каганат В седьмом-восьмом веках нашей эры Огромные равнины и степи Юго-Восточной Европы Занимала Великая Булгария Булгары грабили города и села Киевской Руси Уводили в полон русичей Хоть булгарам и не хватало сил завоевать всю Киевскую Русь Но набеги не прекращались Тяжело иго-булгарское Да пришла на Русь другая беда Как у моря у Хвалынского стоит город Итиль И сидит в том городе царь Каган И послал он на Русь войско свое И велел князьям русским дань платить Соболями да невольниками В те времена Киевская Русь только строилась И справиться со всеми степными завоевателями не могла А кочевники все расширяли границы своей территории Хазарского Каганата Хазарам приглянулись южно-русские поля и равнины Они не собирались, как славяне, выращивать хлеб Кочевникам нужны были пастбище Русичи не смогли сдержать новых завоевателей Как пришли Казари к полянам Говорят, будем править у вас Уведем ваших детушек в полон И платите нам, да не подайте А поляне не покорились Говорят, не дадим вам наших детушек Встретят вас мечи наши острые Биться будем до последних сил Хазарский отряд, напавший на полян Согласился брать дань мечами В изготовлении которых были искусны поляне Хазары обложили данью многие славянские племена Но не пытались обратить русичей в свою веру Подчинив себе часть Руси Хазары не давали другим кочевникам Нападать на славян И даже разгромили великую Булгарию После этого часть булгар ушла на Балканы Туда, где сейчас находится современная Болгария А другая оказалась на Средней Волге И там создала новое государство Волжскую Булгарию А Казария не только кочевники У Хвалынского моря города у них Стольный град их Итиль зовется Молятся они не нашему богу А царю Кагану своему И просят у него победы военной Удачи в бою Чтоб земля родила и скот плодился А еще молятся Казарии Тенгри Синему небу и солнцу и духом и пращуром своим Ловят рыбу они Чудо-ягоду растят виноградную А еще торгуют и с татарами И со страной Син Что далеко на востоке лежит Торгуют невольниками Соболями-далисиями шкурами Шелком Потому дорогой страны Син Шелковой зовется Однако торговля со страной Син С Китаем Однажды прекратилась Торговый путь, который контролировали Хазары, опустел На юге и востоке Уже властвовала Великая Орда Монголо-татары завоевали Почти всю Азию И Хазары двинулись на север Русичи пытались сопротивляться В 885 году князь Олег Запретил одному из славянских племен Платить дань Хазарам А в 939 году князь Игорь Даже захватил хазарский город Самкерц Но ненадолго В следующий раз на Хазар пошел Князь Святослав И пошел Святослав воевать Царь Кел Град Казарский Белая вежа Вышел князь в чисто поле Выкликал себе поединщика Царь Каган Вышел во поле Похвалялся Побью Святослава Анне вышло У Кагана Казарского Победил его князь Святослав А потом взяли русичи Стольный град и Тиль И другие города Казарские На этом история Великой Хазарии закончилась Правда Каспийское море Еще долго называлось После этого Хазарским А вот осколок Великой Булгарии Булгария Волжская Еще долго доставляла Беспокойство русским князьям Хотя в 985 году Киевский князь Владимир Заключил с ней мирный договор Булгары еще 200 лет Продолжали нападать На русские города Но всегда получали отпор И новое предложение Жить мирно По-соседски В начале 13 века После легендарной битвы на Калке Волжскую Булгарию Захватили татаро-монголы Она вошла в состав Золотой Орды Которой еще долго Пришлось усмирять Непокорных булгар Книга времен История Руси Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...